На первом благотворительном концерте солировать будет Геннадий Егин. Так он отметит 50-летие своей творческой деятельности, знаковым для себя произведением Мендельсона. Представьте себе, я мальчишка маленький, меня отец повел в кино, это разрушенный Донбасс. Еще после войны не пришел в себя цветной фильм и такая картинка, берег Женевского озера, но все равно была голубая вода, потрясающая дорога, открытый лимузин кабриолет. Едут они вдвоем по берегу этого озера и звучит концерт Мендельсона. Меня так поразило это в то время, мальчишку, все это вместе, что я просто мечтал об этом. Именно так из желаний музыкантов оркестра складывается программа благотворительного сезона. В этом году художественный руководитель Александр Скульский рассмотрел больше 50 заявок от своих оркестрантов и для концерта открытия выбрал Мендельсона и Брамс. Программы составляются, может быть, не столько мною, сколько именно нашим музыкальным сообществом. А я их координирую, компоную, подбираю по стилю, по, может быть, привлекательности больше для слушателей, по тому, как это рационально сочетать с другими программами в сезоне. В программе летнего сезона будет звучать музыка разных эпох и разных жанров, поэтому интересным должно быть всем, и тем, кто только знакомится с симфонической музыкой и знатокам. Тем более, что на сцену поднимутся не только нижегородцы, но и приглашенные музыканты. Летний сезон для филармонии – возможность донести музыку до самой широкой аудитории. К сожалению, она немножко видоизменилась, потому что в свое время эти благотворительные концерты проходили на откосе. Там была эстрада, которая в форме раковины, ее так и звали – ракушка. И действительно был доступ к такому количеству народу, сколько придет. И приходило несколько тысяч человек, и рассаживались на откосе, на лужайках и на скамейках. Кто-то стоял, а кто-то оставался наверху на набережной, и через перила набережной слушали и смотрели. Теперь на концерты может попасть только около тысячи человек. Европейцы о концертах филармонии часто говорят, что на них собирается зал седых голов. У нас это понятие актуально только для бесплатных концертов. А если симфонические концерты летнего сезона снова будут проходить на открытом воздухе, то аудитория их значительно расширится. Екатерина Оруджева, Алексей Звылов. Объективно. ННТВ.